Всё снимается с велосипеда. Смотрите, у нас в Израиле, когда есть автобусные остановки в такого рода поселении по пути следования, ну, это значит, что вы на главной улице, несложно, да? Да не только в Израиле, в Европе, в общем-то, тоже такой ориентир в маленьких местах. Он помогает. Такие зарисовочки. Так, а вот теперь я не поняла, почему нет таблички на двери с фамилией Плюшкин. О-хо, даже остановилась. Скворечник в Израиле. Ну, вещь вообще нетривиальная, ну, не бывает этого. В общем, интересно, интересно. Вот, видите, въезжают, это только те машины, которые доезжают до этого поселка, потому что выехать из него невозможно ни в каком направлении. Мы разворачиваемся, вот выезд на вторую трассу, и мы той же дорогой, ой, эвкалипты, красотали. И вот мы ворачиваемся до дому до хаты. Вдруг ещё что-то интересное увидим. Смотрите, вот у нас в Израиле секретариат этого местечка, пардон, посёлка. И вот на улице прямо эдакая библиотека. А главное, нигде, даже близко нет камер. То есть я сейчас могу подойти вот так вот и просто взять себе всё, что я хочу. А хоть всё. Представляете, какую ничтожную цену сейчас имеют книги? А то, что творится на израильских помойках, не побоюсь этого слова, я вам уже показывала в роликах, шортах, в коротких видео. То есть, обидно, по-моему. Обидно. Веточки обрезали, обрезали. А вот какой пенёк не хотите? Видите? Ой, как здорово! Оставили же! Опять остановилась. Страшновато снимать на спуске. Загреметь не хочется. Вот как-то моментоморре, да? То есть моментально в море. Ну, поэтому покажу вам вот такую картинку. Сейчас начало ноября, ветерок, приятно. Но, тем не менее, всё это на себе ощущается, как какое-нибудь питерское лето в хороший день. А вон там какой-то монументик. Сейчас съездим туда, посмотрим, что это. Ну, во-первых, здесь разбит такой мини-парк. Очень такого местного, видать, значения. С каким-то минимальным количеством скамеечек. И мы сейчас подойдём к этому монументу. И посмотрим. Прямо, это ведь не спроста. Ха, опачки. Никогда ещё не видела таких растений. Ну, что же это похоже? То ли на луковицы, то ли на плоды каких-то будущих цветов. Или наоборот, бывших, уже отцветших. В общем, кто знает, пишите в комментах. Дамы, которые этим увлекаются, я буду рада услышать. А это что, обыкновенный розмарин? Ну, в общем, да, угадала. Ой, пахнет-то, пахнет. Да, этот монумент, он в память о молодом парне по имени Мошета Мам, которого в 1984 году захватили террористы и зверски убили. А ему было всего 19 лет. Да, вот даже ворон каркает. Да, вот такое горе родителям, конечно. Этот парень был уроженцем именно этого поселения. Хавацелит. Я решила выехать снова на главную Приморскую улицу. Сегодня суббота, машин немного. И я тут увидела велосипедную дорожку. Я почему-то никогда раньше сюда не заезжала, то есть подальше. Вот сейчас попробую. И главное, откуда же несутся все эти мои соплеменники. Шаббат шалом! Шаббат шалом! Вот сейчас мы и посмотрим, где они были. Мы всё узнаем. О, какая группа! Ну, супер! Ах, ну да, школа полиции-то есть мы. Ведь когда из Хедеры возвращались по второй трассе, кто помнит мой ролик, эту козябру мы видели. Я даже об этом сказала. Есть-есть. А там почему-то платный въезд, ну, для машин, не для нас, велосипедистов. Вот у нас преимущество в Израиле, а? Пока. Ключевое слово пока. Хотя... Да-да-да. Это просто берег такой культивированный. Просто, да не просто. Судя по названию, вроде как молодёжное побережье, я подозреваю, что это тот самый нудистский пляж. Ну, во-первых, опять же, видно, море открывается волшебный. И немножко тяжело, конечно, здесь спускаться, но я очень даже попытаюсь не уронить велосипед. А какой срез горы! Вы только посмотрите! Вот как будто бы людьми сделан. Потрясающе! Ну, конечно же, это никакой ненудистский пляж. Вот с детками идут. У меня слева по курсу тут, видать, был какой-то ресторанчик. Что-то признаков жизни вся эта конструкция не подаёт. Но, в общем, интересная дверь такая, да, эти брёвна. И у меня вопрос, как это всё в нашем климате ещё не пришло в негодность. Вот почему ещё не капут. Ну, секреты какие-то у дерева есть. Вот. А мы сейчас спустимся, посмотрим. Я раньше никогда здесь не бывала на этом берегу. Вот. Век живи, век учись. Ну, что, рай на земле. В субботу-то. Оказывается, не только в южном богатом райончике аромат полег есть такое, но людей там в любой день в 20 раз больше. А здесь как-то по-божески, может быть, не все знают. А вот я попала в первый раз. Вот что, значит, решила снять в блог вот такой ролик. Ну, что, сейчас дождусь моего дорогого оператора и не только. И возьмём какой-то дринг. Благо, велик не машина. Лицензию не отберут. Уселись мы в это чудесное волшебное место. Море вокруг, люди вокруг. Оператор, покажите, пожалуйста, море. Это начало ноября у нас. Начало ноября. А народ там всё купается, развлекается. Ну, начало ноября у нас в Израиле такое. А где наши байки стоят, товарищ оператор? А, продемонстрировал. Значит, я жду свой опероль шпиц, оператор ждёт свою бутылку Сан-Пелегрино, ноги уже ободраны, конечно же. А снимали-то что? Всего лишь Ешубхова целит, да? Всего лишь посёлок. Ну, буду ждать дальше свой опероль, обещанного три года ждут. Ждём, принесли нам нашу плату сыров, принесли мой опероль шпиц. Мы на этом чудесном месте будем с вами прощаться. канал Саль студио. Ой, теперь канал Бабушка Путешественница. К этому надо, знаете ли, привыкнуть. Прощается с вами до следующих путешествий, до следующих роликов. Я вас люблю. Подписывайтесь на мои каналы. Продолжение следует...